Я плохо отношусь с того момента, как он снял фильм «Чистилище». Когда он снял фильм «Чистилище» и показал вот эту вот всю гнусную ложь, это был еще период Первой войны, как вы помните, все, этот человек для меня просто перестал существовать. Но я обязательно это все в мельчайших подробностях доведу до общественности, чтобы особенно чеченское общество, поколение 10, 20, 30 следующих поколений, чтобы они знали, что предок вот этих вот их современников, что он был стукачом, клеветником, чтобы их соседи, родственники, односельчане, чтобы они знали. Майор Бек, я раньше поддерживал Кадырова. Я не думал, что человек может так много врать. Ты открыл мне глаза на этого убийцу. Переломным стал твой ролик, как он навещал и спасал друзей оборотней в погонах. В тюрьме ты имеешь в виду? Когда он встретил своего старого знакомого в тюрьме. Как ты относишься к следующим личностям? Алексей Навальный, Александр Невзоров, Дмитрий Иванов, Камикадзе Дед, Дмитрий Пучков, Гоблин, Владислав Позняков, Мужское государство, КМД и феминисткам. Так, столько разных совершенно противоположных личностей тут перечислил. Алексею Навальному я отношусь хорошо, к Невзорову я отношусь плохо, Дмитрий Иванов, Камикадзе Дед. Я в целом отношусь к нему нормально. Не всегда, конечно, согласен с тем, что он озвучивает. Многие оценки, которые он дает, не всегда бывает с этим согласен. Но в целом он делает, конечно, полезную работу. Поэтому отношение к нему нормальное. Дмитрий Пучков, Гоблин, я не знаю, кто это такой. Владислав Позняков, я тоже не знаю, кто это такой. МД, я не знаю, кто такой. Феминистки, это тоже слишком такое обширное понимание. Тут нужно смотреть, кого мы имеем в виду. Почему к Невзорову плохо относитесь? Слушай, к Невзорову я плохо отношусь с того момента, как он снял фильм «Чистилище». Когда он снял фильм «Чистилище» и показал вот эту вот всю гнусную ложь, это был еще период Первой войны, как вы помните. Все, этот человек для меня просто перестал существовать. Рустам Шаро. Бисмиллях. Бараку Аллаху фейк, Рустам. Там все сказал, что плохо относится к Невзорову. Мой брат вышел из эфира, все, война. Покинул чат, да? Замечательный человек. Слышал, что 33 вагнеровцев задержали в Беларуси. Обвинили в подготовке теракта на территории Беларуси еще 200 и еще РФ говорит, что они хотели в Турцию. Да, конечно, я слышал, я не мог не упустить такую новость. Тем более, что за событиями в Беларуси сейчас слежу. Как бы держим за вас кулаки, белорусы. Короче, что я могу сказать? Это действительно какая-то странная такая история. И, ну, очень подозрительная. На самом деле это очень подозрительно. То, что вот сейчас накануне выборов раз появляются какие-то чуваки-вагнеровцы, которые задерживают это иностранная сразу угроза, понимаете? Слишком это странно. Пока не хочу делать какие-то, как-то анализировать это, делать выводы из этого. Но, я думаю, время покажет, что это было. Насколько это все реально. Насколько они собирались там что-то на территории Беларуси делать. Но, на самом деле, удивляться как бы нечему. Мы же помним, как начинался Крым. Зеленые человечки там, да? Это ведь все тоже как бы примерно приблизительный сценарий. Почему бы и нет, на самом деле? То есть, угроза такая, она в принципе отсутствует ли? Нет, конечно, не отсутствует. Мы не удивимся, если такой же сценарий Россия провернет и в Беларуси. Но, в то же время, это подозрительно, потому что накануне выборов, которые Лукашенко явно, если их провести честно, он их не выиграет никогда, а он их просто с треском провалит. И вот здесь, тут появляются какие-то товарищи из иностранного государства. В общем, это очень подозрительно. Слушал репортаж Кадырки. Он говорит, ногчи не дадут себя унижать. Армия мне не подчиняется и иную ересь. Для кого он так много врет? Слушал еще Мулов. Они говорят, кто против Рамза, тот против Аллаха. Ой, эта тема, знаете, вот, если вы против того-то, то вы против Аллаха. Это излюбленная такая тема для различного рода людей, которые имеют какую-то преступную сущность. У нас это всегда было, знаете. Если вы против этих, то вы против Аллаха. Против нас вы там против Аллаха. Это вот всегда у нас это присутствовало. Таких людей надо сразу же, бывает, отправлять куда надо. Места не стоили отдаленные. Как только он заикнулся, типа, если вот там против нас, против нашей партии, нашего движения, то вы выступаете против Аллаха. Все. Сразу же его целиком со всей своей партией на нары. Но я шучу, конечно. Короче, то, что говорил Кадыров, да, я это слышал. Я хотел анализировать то, почему Кадыров врет. Я пытался это раньше. Я пришел все-таки к выводу, что это человек, который болен тем, что он не может уже не лгать. И, по всей видимости, он постоянно нуждается в какой-то очередной порции. И он на ходу что-то сочиняет, придумывает, как-то по-своему аргументирует. Это не... Ну, ты не сможешь найти в этом логику какую-то. Да, он, в общем, он любит эту тему. Ну, на самом деле, конечно, это полная ложь. Чеченцы не дадут себя унижать. Но чеченцы, к сожалению, чеченцы обыкновенный народ. И мы видим, что сегодня мы даем себя унижать. И мы не можем никуда от этого деться. Мы не можем противостоять этому. Когда у власти есть такие ресурсы, и не может один человек или одна семья, там, один тейп пойти против этой власти. Да, честно говоря, один тейп, конечно, мог бы это пойти, если бы в этом тейпе не было бы, опять-таки, представителей этой власти. Если бы один тейп представлял из себя такое вот консолидированное общество, которое выступит за общий интерес, тогда бы еще, да, это как бы мощная была бы сила. Но у нас такого нет. У нас в одном и том же тейпе, точнее, во власти у нас представлены люди из одного тейпа, да. И люди из этого же тейпа могут быть представлены там и в сопротивлении. Поэтому такой темы представить невозможно уже. Все, как бы, нету вот этой тейповой консолидации у нас. Быть не может. Сам Кадыров, как вы знаете, из одного из самых крупных тейпов чеченских Бену, он принадлежит этому тейпу. Но Кадыров и огромное количество представителей его власти являются выходцами из тейпа Беной. Но также и немалое количество представителей Беной были в сопротивлении. Не может быть консолидации одних Беной на идее того, что они вот в одном тейпе. Да, это пример такой. Потому что здесь среди Бену есть наши братья и среди Бену есть представители этой власти. И они друг другу не братья. Они не смогут объединиться на своей тейповой идентичности никогда. Потому что они являются врагами друг другу. Вольф. Тумсо, почти все евроички рицы никак тебя не поддерживают, а за спиной обвиняют тебя в работе на спецслужбы России. Не раз с этим сталкивался в личных беседах с ними. Что скажешь на это? Ничего, что с этим на это сказать. Ставим это без комментариев. Вы знаете, что есть некоторые люди, которые как бы открыто об этом заявляли, обвиняли меня в том, что я якобы там работаю на что-то. Но в результате выяснилось, что они сами являются стукачами. И гораздо хуже даже, чем стукачи. Люди, которые возводят клевету. Стукач это тот, кто... Вот кого мы называли стукачами? Стукач это тот человек, который сдавал российской власти участников сопротивления. Он не врал. Он действительно как бы сдавал. Он говорил им правду. Сдавал тех людей, которые воевали против России. Это были стукачи. И есть как бы они. А вот представьте человека, который российской власти или любой иной власти говорит о человеке то, чего на самом деле нет. Он на самом деле, допустим, не является участником сопротивления. И он говорит, он является. Он клевещет на него. Это еще хуже, чем стукач. И вот на таких вещах как бы люди попались. Сейчас просто пока еще не время об этом заявлять. Но я обязательно это все в мельчайших подробностях доведу до общественности. Чтобы особенно чеченское общество, поколение 10, 20, 30 следующих поколений, чтобы они знали, что предок вот этих вот их современников, что он был стукачом, клеветником. Чтобы их соседи, родственники, односельчане, чтобы они знали этих людей. Я обязательно до этих моментов еще дойду. Просто пока нельзя, к сожалению, есть законодательные ограничения, которые действуют. И пока я не могу озвучить некоторые моменты. Но придет, иншаллах, тому свое время. Поэтому те, кто вот так вот открыто как бы об этом говорят, с ними мы можем открыто вести какой-то диалог, опровергать. И это люди, которые открыто об этом заявляли, это сами максимально дискредитировавшие себя, либо дезертиры, либо подобные стукачи и недостойнейшие люди. А те, которые говорят это за спиной, не во весь голос, да? По поводу этих людей, ну, что я могу сказать? Что можно сказать человеку, который говорит что-то за спиной? Пусть придявит свои доказательства, пусть откроет свое забрало и выступит против нас. Субтитры создавал DimaTorzok